и вновь всем хайку друзья давайте посмотрим что же у нас здесь есть новенького когда я была прежней я давала тебе людей для экспериментов да очень плохие примитивная структура минимальная способность к адаптации ты знаешь что я сама была тираном высокий псионный потенциал преодолела врожденные пороки очень редкий случай мы никогда больше не будем проводить эксперименты над людьми это слышать так можно выливать сонировать в принципе поэволюционировать я так сильно теперь я могу представлять угрозу для тебя возможно когда-нибудь ты будешь управлять роем если ты считаешь что способна на это уже сейчас то вперед но следующий бой между нами будет смертельным все или ничего я буду служить тебе и учиться у тебя и возможно когда-нибудь я возглавлю но не сейчас ты поняла мой урок да моя королева ты научила меня виденью рой силен но лидеру нужна не только сила я победила ворфилда не потому что была сильнее или зергов было больше просто у меня есть видение а у него нет я запомню это моя королева чар снова наш врагам стоит нас бояться нам еще многое нужно сделать нас много мы бесстрашны и мы развиваемся наша миссия на чаре закончена скоро я решу куда мы направимся дальше пока мы займемся эволюцией вид гиблинг готов к улучшению найдено существо сильной эссенции хорошо подходит для гиблингов победить существо ассимилировать эссенцию вывести новый подвид ну чтож давайте начнем наверное планета не лид на поверхности присутствует уникальная форма жизни митоскоробий примечательный эволюционный механизм выживания децентрализованная нервная система умирая распадается на два меньших организма нужно ассимилировать эссенцию митоскоробия до того как протасы узнают что мы здесь ну что ж давайте займемся этим друзья я думаю это будет неплохое развитие необходимо больше эссенции поблизости крупный митоскоробий ну давайте подойдем к нему внедряю эссенцию в генную структуру гиблинга усиленные гиблинги готовы к бою хорошо познакомим протасов с нашими новыми друзьями думаю протасам понравится покатили дроблинги в момент взрыва распадаются на два отдельных существа разделение однократно доставляю гиблингов мини гиблинги их все больше больше гиблингов новое подкрепление ням 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 смотрите сколько вас защищайтесь ты любишь и хотели сказать они протасы разгромлены аббатур приготовьте к новому эксперименту вскоре я вулканическая сырьевая планета неблагоприятная среда тысячи гиблингов сгорают в лаве экстремальные условия полезны задают верный курс эволюции спустя множество циклов происходит адаптация появляется новый подвид может запрыгивать на утесы чтобы спастись от лавы как удобно успешные особи рассредоточены нужно их найти обнаружены эволюционировавшие гиблинги надо забрать заберем не волнуйся лава поднимается оставайтесь на возвышенности окей подожду свою очереду свою регулярные подъемы лавы нужно использовать возвышенности у нас какое-то движение нужно проверить верен происходит происходит бунт гиблингов эти твари умеют прыгать возвращайте геркулес на базу срочно серги наступают дадим ему улететь так осталось немножко подождать и будьте готовы извержение закончилась внизе небезопасно так шахтерская база доминиона добывают ресурсы вижу давай опробуем наших гиблингов главный вход хорошо укреплен гиблинги не прорвутся база встроена в ландшафт наши гиблинги могут забраться наверх и атаковать тыла да по большому счету мы в принципе там сможем прорваться ну да ладно маленькая армия смертников доставка гиблингов завершена черт не удалось это сделать один паком не слишком много гиблингов взорвалось за один раз извержение закончилась в низине безопасно сделаем вот так они будут прыгать по одному и взрываться прыгать по одному и взрываться да ладно нету 321 я уничтожил даже не добравшись горнодобывающий комплекс доминиона уничтожен эксперимент успешен итак подвид подроблинг в момент гибели распадаются на двух мало гиблингов малые гиблинги носят уменьшенный урон у дроблинга децентрализованная нервная система эффективно при осаде при взрыве образуется два мало гиблинга могут продолжить нападение эффективное разделение на двух гиблингов возможно однократно повторном разделении образуется кислотная биомасса с ограничениями возможностями подвид охотник перепрыгивает препятствия на него скакивает на цель с большого расстояния может преодолевать уступы дынька охотника стратегически важный ресурс мутация для выживания в экстремальных условиях охотник сможет преодолевать уступы и неожиданно атаковать противника сможет перепрыгивать через другие войска роя бомбардировать противника голодные зерлинги перестанут блокировать движение гиблингов ну что ж подвид на сегодня развит и я думаю можно переходить дальше такое впечатление что чар создавали специально для роя это да ладно всем спасибо за просмотр и пока пока увидимся в следующей серии